Всем привет, с вами Седой Инвестор, сегодня пятница, а это означает то, что завтра наступают наконец-то выходные. Обязательно проведите их с пользой. Заваривайте чаек, я буду пить все тот же кофе, а мы начинаем. Друзья, без шуток, этот человек очень сильно мне помогает, и ваша активность будет лучше любого дня. А мы потихонечку переходим к актуальным новостям. За последние два дня биткоин неплохо откупили, с 18800 аж за 20000 долларов. Многие задают одни и те же вопросы, как ориентироваться, куда пойдет биткоин. Ребята, вот вам биржа Binance, стакан, смотрите. Если есть стенка, то скорее всего выше нее в ближайшее время мы не пойдем. Сейчас медвежка, спрос на криптовалюту очень сильно упал. И вот такие вот стенки пробить очень сложно. Но если вы замечаете, то что данный объем начинает выедать, и скорее всего следующие объемы будут также поглощены. В прошлом я очень много занимался трейдингом, и благодаря тем знаниям я имею сейчас некое представление, куда может пойти цена. Конечно же, это не 100%, но я хотя бы могу следить за ценой, и в случае чего принимать какие-то решения. Если тебя интересует технический анализ, в своем закрытом чате телеграм, я заливаю лекции по этой теме. И поверьте, в свободном доступе этих знаний вы просто не найдете. Я потратил уйму денег и еще больше времени, чтобы сейчас свободно об этом говорить. Помимо обучения, я также даю рекомендации, когда что и где покупать. А также, когда фиксировать прибыль. Крайний актив, который я рекомендовал, а также который дал неплохой профит, это всем известный уже бургер. Покупали мы его еще по 50-60 центов, а сейчас он стоит 2,5 доллара. И буквально недавно можно было фиксануть его по 3,5. В общем, если тебе интересно, пиши в личку, все обсудим. Отвечаю на ваши комментарии. Это касается Airdrop проекта Original Protocol OGN. Ребята, у кого этот токен находится на бирже Binance, вам стоит немножко подождать. Binance уже заявляла, что мы с вами получим этот токен OGV. Но только после того, когда он появится на самой бирже, мы не сможем их увидеть до тех пор, пока они не добавят торговую пару. Я оставлю эту ссылку в описании ролика. Кому интересно, переходите и читайте. Вкратце скажу то, что снимки уже были сделаны и последний был 12-го числа. Нам остается только ждать. И Binance делает отдельное объявление, чтобы проинформировать об окончательном времени создания снимков и завершении распространения OGV Airdrop. На самом деле, вы и без меня могли это все понять. Объясняю как. Если вы хотите узнать про любой актив, который вас интересует, заходим на CoinMarketCap, выбираем этот токен OGV и открываем рынки. Huobi Global и Gate уже, скорее всего, получили свои заветные OGV. Когда здесь появится биржа Binance, то, скорее всего, в этот же день мы получим этот Airdrop. Ничего сложного, нужно только ждать. И, кстати, про сам токен OGN. Ребята, я его закупаю и скидывать буду его, когда он будет приближаться к своему All-Time-Hive. Это 3 доллара. Техническая часть выглядит очень круто. Вот эта нисходящая формация обычно заканчивается бешеным выстрелом. Допустим, как токен Zilk. Абсолютно такая же техника. Нисходящая формация и бешеный выстрел наверх. К тому же, у него ограниченная эмиссия. 30% активов уже в циркуляции. Я им закупаюсь довольно давно, постоянно усредняюсь. И сейчас он находится в довольно сильной зоне накопления. Но вряд ли мы уже пойдем ниже. При условии, если же, конечно, не откатится биткоин. Цена сейчас меня вполне устраивает. Она меня устраивала и по 60, и по 50 центов. По 2 центов. Почему бы не прикупить? К тому же, если у тебя есть свои стратегии и цели, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. А тем временем, Celsus подала заявление о банкротстве. Долгая история. В соответствии с судебными документами, фирма задекларировала активы на сумму от 1 до 10 миллиардов долларов. С равной суммой оценочных обязательств. Celsus должна средства более 100 тысяч кредиторам. Компания также заявила, что у нее есть 167 миллионов наличными, чтобы обеспечить ликвидность и поддержать некоторые операции в ходе процесса реструктуризации. Напоминаю, что до этого Celsus просто закрыла для всех пользователей вывод средств. А теперь она еще объявила о банкротстве. На самом деле, это такое лютое мошенничество. Еще хуже, чем с Терролуной. Полигон выбрал Walt Disney для участия в программе Disney Accelerator 2022. Полигон входит в число 6 компаний, отобранных для участия в программе Disney. Целью программы, стартующей на этой неделе, является разработка новых технологий в области дополненной реальности, IR, NFT и искусственного интеллекта. Кстати, дополненная реальность в первый раз была осуществлена на Японии, насколько мы помним, и ей до сих пор никто не пользуется. Во время программы, каждая команда-участница получит рекомендации от старшего руководителя Disney, а также специального ментора. Полигон – единственная блокчейн-платформа, выбранная среди 6 компаний. OKEX получила лицензию в Дубае. Криптовалютная биржа OKEX получила временную лицензию на виртуальные активы VA в Дубае. Лицензия, выданное управлением по регулированию виртуальных активов Дубае, позволит OKEX оказать услуги трейдера инвесторам в ОАЭ. Компания также анонсировала планы по открытию регионального хаба в Дубае для расширения доступа к криптовалюте в регионе. Блокчейн с силу приостанавливает свою деятельность. Сеть остановилась на блоке 14.035.19. По словам официального обозревателя блоков, не могла проверять новые сделки на протяжении более 9 часов. После этого сеть снова начала производить блоки, но через несколько минут вновь зависла на блоке 14.35.044. Валидаторы работают над тем, чтобы идентифицировать проблему и решить ее. Все финансовые средства находятся в безопасности. Как они могут быть в безопасности, если вы не можете ими управлять? Если сеть упадет и ее не восстановят, это будет скам. И если биржа не приостановит вывод средств данного актива, то сольют его очень быстро. Обновления будут предоставлены как можно скорее, написали разработчики в твиттере. Задумайтесь, BNB Chain запустила сервис для определения потенциальных скам проектов. А вот это уже интересно. Данный сервис называется DoPay Red Alarm. Он позволит пользователям оценивать риски проекта, введя адрес контракта и увидев его потенциальные риски. Функция Red Alarm позволяет пользователям быть на шаг впереди от мошенников. Система в режиме реального времени предупреждает о потенциальных рисках, связанных с проектами. Помогая сообществу принимать обоснованные инвестиционные решения, сказал директор по инвестициям в BNB Chain. Разработчики будут иметь возможность размещать на платформе свои собственные децентрализованные приложения. Сервис также будет анализировать и составлять списки перспективных предстоящих проектов до их запуска. Вот это уже реально интересно. Как этот сервис будет работать? Bitfinex пожертвовала более миллиона долларов на развитие малого бизнеса в Сальвадоре. Средства будут распределены между социально неблагополучными общинами Ilopango, SoyaPango и Opopa. Финансирование пожертвований будет осуществляться через биткоин-кошельки, включая сам государственный кошелек. Компания также сообщила, что в дополнение к финансированию пожертвований Bitfinex работает с правительством Сальвадора, чтобы создать новую нормативно-правовую базу для цифровых активов и ценных бумаг. У меня на сегодня все. Всем до завтра! Субтитры подогнал «Симон»!